Иеремия, глава 29. 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 Иеремия, глава 30. 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 Но он будет спасен от него. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ермо его, которое на выи твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и племя твое из земли принение их, и возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы спасать тебя. Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю. Я буду наказывать тебя в мере, но не наказанным не оставлю тебя. Ибо так, говорит Господь, рана твоя не исцельна, язва твоя жестока. Никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Целебного врачества нет для тебя. Все друзья твои забыли тебя, они ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопьешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились. Но все пожирающие тебя будут пожраны, и все враги твои, все сами пойдут в плен, и опустошители твои будут опустошены, и всех грабителей твоих придам грабежу. Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря, вот сиона, которым никто не спрашивает. Так говорит Господь. И накажу всех притеснителей его, и будет дождь его из него самого, вождь, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собой и приблизится ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом. Вот яростный вихрь идет от Господа, вихрь грозный, он падет на голову нечестивых. Пламенный гнев Господа не отвратится, доколе он не совершит и не выполнит намерений сердца своего. В последние дни уразумеете это. Иеремия, глава 31. В то время, говорит Господь, я буду Богом всем племенам Израилевым, а они будут моим народом. Так, говорит Господь, народ, усылевший от меча, нашел милость в пустыне. Иду успокоить Израиля. И издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена Девой Израилевым. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Виноградари, которые будут разводить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион, Господу Богу нашему. Ибо так, говорит Господь, радостно пойте об Якове и восклицайте перед главой народов. Провозглашайте, славьте и говорите, спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременной и родильнице вместе с ними. Великий сон возвратится сюда. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков в вод, дорогою ровною, на которой не споткнуться. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне народы и возвестите островам отдаленным. И скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его. И будет охранять его, как пастырь стада свое. Ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона. И стекутся благостыней Господа к пшенице и вину и илею, кагнцам и валам. И душа их будет, как напоенный водою сад. И они не будут уже более томиться. Тогда девица будут веселиться в хороводе. И юноши, и старцы вместе. И изменю печаль их на радость. И утешу их. И обрадую их после скорби их. И напитай душу священников туком. И народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Так говорит Господь. Голос слышен в раме. Вопли горькое рыдание. Арахиль плащет о детях своих и не хочет утешиться о детях своих. Ибо их нет. Так говорит Господь. Удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез. Ибо есть награда за труд твой, говорит Господь. И возвратятся они из земли неприятельской. И есть надежда для будущности твоей, говорит Господь. И возвратятся сыновья твои в пределы свои. Слышу Ефрема плащущего. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Обрати меня, и обращусь. Ибо ты, Господь, Бог мой. Когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, бил себя по бедрам. И был постыжен. Я был смущен, потому что нес бесславие юности моей. Недорогой ли у меня сын Ефрем, нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминая о нем. Внутренность моя возмущается за него. Умилосержусь над ним, говорит Господь. Поставь себе путевые знаки, поставь себе столбы. Обрати сердце твое на дорогу, на путь, по которому ты шла. Возвращайся, дева Израилева. Возвращайся в сии города твои. Долго ли тебе скитаться, отпадшая дочь? Ибо Господь сотворит на земле нечто новое. Жена спасет мужа. Так говорит Господь, сововав Бог Израилев. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово. Да благословит тебя Господь, жилища правды, гора святая. И поселится на ней Иуда и все города его вместе, земледельцы и ходящие со стадами. Ибо я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую. При этом я пробудился и посмотрел. И сон мой был приятен мне. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я засею дом Израилев и дом Иудин с семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая и разрушая и погубляя и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кистый виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кистый виноград, у того на зубах и оскомина будет. Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды. Новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилю. После дней тех, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренности их, и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат, брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать меня. От малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Если сии уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мной навсегда. Так говорит Господь. Если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. Вот наступают дни, говорит Господь, когда город устроен будет во славу Господа от башни Анамиила до ворот угольных, и землемерная верь пойдет далее прямо до холма Горива и обойдет Гааф, и вся долина трупов и пепла, и все поле до потока Кедрона, до укла конских ворот к востоку, будет святынью Господа. Не разрушится и не распадется вовеки. Иеремия, глава 32. Слово, которое было от Господа Керемии в десятый год Сидекии царя Иудейского. Этот год был восемнадцатым годом Новоходоносора. Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим. Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Сидекия царь Иудейский заключил его туда, сказав, «Зачем ты пророчествуешь и говоришь, так говорит Господь, вот я отдаю город себе в руки царя Вавилонского, и он возьмет его, и Сидекия царь Иудейский не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского, и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят, глаза его. И он отведет Сидекию в Вавилон, где он и будет, доколе не посещу его, говорит Господь, если вы будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». И сказал Иеремия, «Таково было ко мне слово Господне». «Вот Анамиил, сын Солума, дядя твоего, идет к тебе сказать, купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне, купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследства твое и право выкупа твое. «Купи себе». Тогда я узнал, что это было слово Господне. И купил я поле у Анамиила, сына дяди моего, которое в Анафофе, и отвесил ему семь стеклей серебра и десять серебряников. И записал в книгу, и запечатал ее, и пригласил к тому свидетелей, и отвесил серебро на весах. И взял я купчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую, и отдал эту купчую запись в Варуху, сыну Нире, сыну Моосея, в глазах Анамиила, сына дяди моего, и в глазах свидетелей, подписавших эту купчую запись, в глазах всех иудеев, сидевших на дворе стражи, и заповедал Варуху в присутствии их. «Так говорит Господь, Савов Бог Израилев, возьмите и запись, и эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи ей в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни. Ибо так говорит Господь Савов Бог Израилев, да мы, поля и виноградники будут снова покупаемы в земле сей». «И передав купчую запись в Варуху, сыну Нире, я помолился Господу, «О, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертую мышцею, для Тебя ничего нет невозможного. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие Отцов воздаешь в недра детям их после них. Боже великий, сильный, которому имя Господь Савовов, великий в совете и сильный в делах, которого очень отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня. И в Израиле, и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день. И вывел народ Твой, Израиле, из земли египетской знамениями и чудесами, и рукою сильную мышцею простертую при великом ужасе. И дал им землю сию, которую дать им клятвенно обещал Отцам их, землю текущую молоком и медом. А они вошли и завладели ею, но не стали слушать глаза Твоего и поступать по закону Твоему, не стали делать того, что Ты заповедал им делать, и зато Ты навел на них все это бедствие. Вот, насыпи достигает до города, чтобы взять его, и город, отмечая голода и моровой язвы, отдается в руки халдеев, воюющих против него. Что Ты говорил, то и исполняется, и вот Ты видишь это. А Ты, Господи Боже, сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей, тогда как город отдается в руки халдеев. И было слово Господне Керемии. Вот я, Господь, Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Посему так говорит Господь. Вот я отдаю город сей в руки халдеев и в руки Навуходоносора царя Вавилонского, и он возьмет его. И пойдут халдеи, осаждающие сей город, войдут, зажгут город огнем и сожгут его и домы, на кровлях которых возносились курения Ваалу, и возливаемы были возлияния чужим богам, чтобы прогневлять меня. Ибо сыновья Израилевы и сыновья Иудины только зло делали перед очами моими, от юности своей. Сыновья Израилевы только прогневляли меня делами рук своих, говорит Господь. И как бы для гнева моего и ярости моей существовал город сей, с самого дня построения его до сего дня, чтобы я отверг его от лица моего. За все зло сыновей Израиля и сыновей Иуды, какое они к прогневлению меня делали. Они, цари их, князья их, священники их и пророки их, и мужи Иуды и жители Иерусалима. Они обратились ко мне спиною, а не лицом, и когда я учил их, с раннего утра учил, они не хотели принять наставления. И в доме, над которым наречено имя мое, поставили мерзости свои, оскверняя его. Устроили капище Ваалу в долине сыновей Иномов, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, с чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. И однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом, и моровой, и язвою. «Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, и я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, что убоялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворяя им, и насажду их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей. Ибо так, говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все блага, какое я изрек о них. И будут покупать поля в земле сей, о которой вы говорите, это пустыня без людей и без скота, она отдана в руки халдеям. Будут покупать поля за серебро и вносить в записи, и запечатывать, и приглашать свидетелей в земле Вениаминовой, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуды, и в городах Нагорных, и в городах Низменных, и в городах Южных. Ибо возвращу плен их, говорит Господь. Иеремия, глава 33. И было слово Господня к Иеремии вторично, когда он еще содержался во дворе стража. Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. Воззови-ка мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Ибо так говорит Господь Бог Израилев о домах города сего, и о домах царей иудейских, которые разрушаются для завалов и для сражения, пришедшими воевать с халдеями, чтобы наполнить домы трупами людей, которых я поражу во гневе моем и в ярости моей, и за все беззакония, которых я сокрыл лицо мое от городов, города сего. Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины, и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия, которым они грешили передо мною, и прощу все беззакония их, которым они грешили передо мною, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумятся и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей и без скота? В городах иудейских и на улицах Иерусалима, которое пусто, без людей, без жителей, без скота? Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость его!» И голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь. Так говорит Господь Саваоф. На этом месте, которое пусто, без людей, без скота, и во всех городах его, опять будут жилища пастухов, которые будут покоить стада. В городах нагорных, в городах низменных, и в городах южных, и в земле Вениаминова, и в окрестностях Иерусалима, и в городах Иуда опять будут проходить стада под рукой считающего, говорит Господь. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я выполню то доброе слово, которое я изрек о доме Израилем и о доме Иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и на реку имя ему «Господь, — оправдание наше!» Ибо так, говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников-левитов не будет недостатка в муже перед лицом моим, во все дни возносящем все сожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы. И было слово Господне Керемии, так говорит Господь, «Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен завет мой с рабом моим Давидом, так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами священниками и служителями моими. Как не исчислимо небесное воинство, и не измерим песок морской, так размножу племя Давида раба моего, и левитов служащих мне». И было слово Господне Керемию, «Не видишь ли народ этот, — говорит, — те два племени, которые избрал Господь, он отверг, и через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь, «Если завета моего о дне и ночи и уставу неба и земли я не утвердил, то и племя Якова и Давида раба моего отвергну, чтобы не брать более владых из его племени для племени Авраама, Исаака и Якова, ибо возвращу плен их и помилую их». Иеремия, глава 34. Слово, которое было и Керемия от Господа, когда на выходоносор царь Вавилонский, и все войско его, и все царства земли под властной руке его, и все народы воевали против Иерусалима и против всех городов его. «Так говорит Господь Бог Израилев, иди и скажи все деки царю иудейскому, и скажи ему так, говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. И ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят предан в руки его, и глаза твои увидят глаза царя Вавилонского, и уста его будут говорить твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Впрочем, слушай слово Господне, седеки царь иудейский. «Так говорит Господь о тебе, ты не умрешь от меча, ты умрешь в мире, и как для отцов твоих прежних царей, которые были прежде тебя, сожигали при погребении благовония, так сожгут и для тебя, и оплачут тебя, увы, Государь, ибо я изрек это слово, говорит Господь». Иеремия, пророк, все слова сии пересказал седеки царю иудейскому в Иерусалиме. «Между тем, войско царя Вавилонского воевало против Иерусалима и против всех городов иудейских, которые еще оставались против Лахиса и Азеки, ибо из городов иудейских сии только оставались, как города укрепленные. Слово, которое было и керемией от Господа, после того, как царь Седеки заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. И послушались все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах. И послушались и отпустили. Но после того, раздумав, стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю, и принудили их быть рабами и рабынями. И было слово Господне керемии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел их из земли египетской, из дома рабства. В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушались меня и не преклонили ухо своего. Вы ныне обратились и поступили справедливо перед отчаями моими, объявил каждый свободу ближнему своему, и заключили предо мною завет в доме, над которым наречено имя мое. Но потом раздумали и обесславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждой рабу свою, которых отпустили на волю, куда душе их угодно было. И принуждаете их быть у вас рабами и рабынями. Посему так, говорит Господь, вы не послушались меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему и ближнему своему. За то, вот я, говорит Господь, объявляю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам преступивших завет мой и не устоявших в словах завета, которые они заключили перед лицом моим, рассекший тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его. Князей иудейских и князей иерусалимских, евнухов и священников и весь народ земли, проходящий между рассеченными частями тельца. Отдам их в руки врагов, их и в руки ищущих души их, и трупы их будут пищею птицам небесным и зверям земным, и седекию царя иудейского, и князей его отдам в руки врагов их, и в руки ищущих души их, и в руки войска царя Вавилонского, которая отступила от вас. Вот, я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их к этому городу. Они нападут на него и возьмут его и сожгут его огнем, и города иудеи сделаю пустынею необитаемую. Иеремия, глава 35, слово, которое было к Иеремии от Господа во дне Иакима, сына Иосия, царя иудейского, иди в дом риховитов и поговори с ними, и приведи их в дом Господень в одну из комнат, и дай им пить вина. И взял и Азанию, сына Иеремия, сына Авицынии, и братьевы, и всех сыновей его, и весь дом риховитов, и привел их в дом Господень в комнату сына Ванана, сына Годолия, человека Божия, который подле комнаты князей, над комнатой Моосея, сына Силумова, стражу у входа. И в последней жизни вашей, чтобы вам долгое время прожить на той земле, где вы странниками. И мы послушали голоса Иоаннадава, сына Риха, отца нашего, во всем, что он завещал нам, чтобы не пить вина во все дни наши, мы и жены наши, и сыновья наши, и дочери наши, и чтобы не строить домов для жительства нашего. И у нас нет ни виноградников, ни полей, ни посева, а живем в шатрах, и во всем слушаемся и делаем все, что заповедал нам Иоаннадава, отец наш. Когда же Новоходоносор, царь Вавилонский, пришел в землю сию, мы сказали, пойдем, уйдем в Иерусалим от войска Халдеевы, от войска Арамеев, и вот мы живем в Иерусалиме. И было слово Господня Керемию. Так говорит Господь Сававов Бог Израилев. Иди и скажи мужам Иуда и жителям Иерусалима, неужели вы не возьмете из этого наставление для себя, чтобы слушаться слову Моих, говорит Господь. Слова Янадава, сына Рихаова, который завещал сыновьям своим не пить вина, выполняются, и они не пьют до сего дня, потому что слушаются завещания отца своего. А я непрестанно говорил вам, говорил с раннего утра, и вы не послушались Меня. Я посылал к вам всех рабов Моих пророков, посылал с раннего утра, и говорил, обратитесь к каждому злому пути своего и иных богов, исправьте поведение ваше, и не ходите вслед иных богов, чтобы служить им, и будете жить на этой земле, которую я дал вам и отцам вашим. Но вы не преклонили ухо своего и не послушались Меня. Так как сыновья Иенадава, сына Рихаова, выполняют заповедь отца своего, которую он заповедовал им, а народ все не слушают Меня, пасьмута, говорит Господь Бога Савауф, Бог Израилев, вот я наведу на Неудею и на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них, потому что я говорил им, а они не слушались. Звал их, а они не отвечали. А дому Рихавитов, сказал Иеремия, так говорит Господь Савауф, Бог Израилев, за то, что вы послушали завещание Иенадава отца вашего и храните все заповеди его, и во всем поступаете, как он завещал вам. За то, так говорит Господь Савауф, Бог Израилев, не отнимется у Иенадава сына Рихаова муж, предстоящий перед лицом Моим, во все дни. Иеремия, глава 36. В четвертый год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, было такое слово к Иеремии от Господа. Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах с того дня, как я начал говорить тебе о дней Иосии до сего дня. Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие я помышляю сделать им, чтобы они обратились к каждой от злого пути своего, чтобы я простил неправду их и грех их. И призвал Иеремия Варуха, сына Нирии, и написал Варух книжный свиток из уст Иеремии все слова Господа, которые он говорил ему. «И приказал Иеремия Варуху, и сказал, «Я, заключенный, не могу идти в дом Господень. Итак, иди ты и прочитай написанное того и в свитке с уст моих слова Господни, вслух народа в доме Господнем, в день поста, и также вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай их. Может быть, они вознесут смиренное моление перед лицом Господа и обратиться каждый от злого пути своего, ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь на народ сей». Варух, сын Нирии, взял все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Яакима, сына Иосии, царя Иудейского, в девятом месяце объявили пост перед лицем Господа всему народу в Иерусалиме. И всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух, написанное в свитке, слова Иеремии в доме Господнем в комнате Гемарии, сына Сафанова Песа, на верхнем дворе у входа в новые ворота дома Господня, вслух всего народа. «Михей, сын Гемарии, сын Сафанова, слышал все слова Господни, написанные в свитке. И сошел в дом царя, в комнату царского Песа. И вот там сидели все князья, и лесам царский Песец, и Дилаия, сын Семаия, и Илеофан, сын Ахборы, и Гемария, сын Сафана, и Сидекия, сын Анании, и все князья. И пересказал им Михей все слова, которые он слышал, когда Варух считал свиток в слух народа. Тогда все князья послали к Варуху и Ягудия, сына Нафани, сына Селемии, сына Хусия, сказать ему, свиток, который ты читал вслух народа, возьми в руку твою и приди. И взял Варух, сын Нирии, свиток в руку свою и пришел к ним. Они сказали ему, сядь и прочитай нам вслух. И прочитал Варух вслух им. Когда они выслушали все слова, то с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Варуху, мы непременно перескажем все сии слова царю. И спросили Варуха, скажи же нам, как ты написал все слова сии из уст его? И сказал им Варух, он произносил мне устами своими все сии слова, а я чернилами писал их в этот свиток. Тогда сказали князья Варуху, пойди, скройся, ты и Еремия, чтобы никто не знал, где вы. И пошли они к царю во дворец, а свиток оставили в комнате Елисама, царского писца, и пересказали вслух царя все слова сии. Царь послал Иегудия принести свиток, и он взял его из комнаты Елисама, царского писца, и читал Иегудия вслух царя, и вслух всех князей, стоящих подле царя. Царь в то время, в девятом месяце, сидел в зимнем доме, и перед ним горела жаровня. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком, и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. И не убоялись, и не разодрали одежь своих ни царь, ни слуги, и его слышавшие все слова сии. Хотя Елнафан, и Дилая, и Гемарь упрашивали царя не сожигать свитка, но он не послушал их. И приказал царь и Рамиилу, сыну царя, и Сера, и сыну Азриилову, и Селеми, и сыну Абдиилову, взять варуха, писая Иеремию, пророка, но Господь сокрыл их. И было слово Господне к Иеремии. После того, как царь сожег свиток, и слова, которые варух написал из уст Иеремии, и сказано ему, возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иаким царь Иудейский. А царю Иудейскому Иакиму скажи, так говорит Господь, ты сожег свиток, сей, сказав, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней людей и скот. За это так говорит Господь об Иакиме царе Иудейском. Не будет от него сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. И посещу его, и племя его, и слуг его, за неправду их, и наведу на них, и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток, и отдал его варуху Пису, сыну Нирии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иаким царь Иудейский на огне, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов.